На библейский портал Экзегет пришел вопрос, в чем главная угроза цифрового мира? Цифровизация мира ведет к тому, что контроль над всеми людьми Который описан в апокалипсисе становится возможным Еще 30 лет назад мы не могли себе этого представить И вот оказывается можно блокировать карты Человек не может проехать, он не может ничего предположительно купить в магазине И вот эта печать, которая не позволяет, отсутствие которой не позволяет питаться Если раньше мы гадали, как это будет, теперь мы понимаем, как это будет Поэтому это очень существенный шаг возможности приближения к ситуации контроля всеобщего Который описан в апокалипсисе В самой цифровизации нет греха В ней есть опасность, но нет греха Потому что любая вещь, изменение в жизни человека, почти любая Является инструментом Как святые отцы говорят, что ножом можно отрезать хлеб Кусок хлеба и накормить умирающего от голода И ножом можно убить человека одним и тем же Все мне позволено, ничто не должно обладать мною Но цифровизация Интересно, красиво Предоставляет очень много новых возможностей И может обладать человеком через страсти И человек постепенно теряет связь с реальностью Во-первых, люди перестают друг с другом общаться из уст в уста Вот этот контакт человеческий С этим теплом глаз, с теплом рук С этим обаянием, чувством другого человека Он уходит С одной стороны, это возможности тем, кто, допустим, инвалидам, пожилым людям Или тем, которые далеко живут от храма Участвовать в богослужении, видеть его, молиться Я могу сказать, что огромное количество пожилых прихожан наших И не только наших Которые смотрели трансляции богослужения нашего храма В начальный период пандемии Они очень благодарны Для них это было огромной радостью То, что вот эта цифровая технология Помогла им не отрываться от родного храма А с другой стороны, конечно Человек может вообще оторваться от реальности И тогда он очень легко управляем И тогда им очень легко обладать как раз Поэтому для того, чтобы грех не входил в нашу душу и в нашу жизнь И при этом мы могли бы пользоваться во благо теми новыми технологиями Которые появляются И различать, что в них плохо, что в них хорошо Мне кажется, что надо все время возвращаться к таинствам церкви К священному писанию Потому что когда человек ежедневно много читает, изучает Священное писание Как святые отцы говорят Ум его плавает в Священном писании Тогда у него естественным образом Получается вот это развлечение Не только вещей, но и духов О котором говорит апостол Иоанн Не всякому духу веруйте И в книге Иисуса Новина есть прекрасные слова Которые нам всем, если мы их будем исполнять Очень помогут иметь острый вкус и нюх К тому, что нормально в цифровом изменении мира А что угрожает моей душе Да не отходит сия книга То есть книга закона Сия книга закона от уст твоих Но поучайся в ней день и ночь Дабы в точности исполнять Все, что в ней написано Тогда ты будешь успешен в путях твоих И будешь поступать благоразумно Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись этим видео Субтитры сделал DimaTorzok